Владимир Галактионович Короленко «Дети подземелья» Глава первая. Развалины. Моя мать умерла, когда мне было шесть лет. Отец, весь отдавшись своему горю, как будто совсем забыл о моём существовании. Порой он ласкал мою маленькую сестру Соню и по-своему заботился о ней, потому что в ней были черты матери. Я же рос, как дикое деревце в поле. Никто не окружал меня особенную заботливостью. Но никто и не стеснял моей свободы. Местечко, где мы жили, называлось Княжье Вена, или проще Княж-городок. Оно принадлежало одному захудалому, но гордому польскому роду. И напоминало любой из мелких городов юго-западного края. Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма. Лучшее архитектурное украшение города. Самый город раскинулся внизу, над сонными, заплесневевшими прудами. И к нему приходится спускаться по отлогому шоссе, загороженному традиционной заставой. Сонный инвалид лениво поднимает шлагбаум, и вы в городе, хотя, быть может, не замечаете этого сразу. Серые заборы, пустыри с кучами всякого хлама понемногу перемежаются с подслеповатыми, ушедшими в землю, хатками. Далее широкая площадь зияет в разных местах темными воротами еврейских заезжих домов. Казенные учреждения наводят уныние своими белыми стенами и казарми на ровными линиями. Деревянный мост, перекинутый через узкую речушку, кряхтит, вздрагивая под колесами, и шатается точно дряхлый старик. За мостом потянулась еврейская улица с магазинами, лавками, ловчонками и с навесами калачниц. Вонь, грязь, куча ребят, ползающих в уличной пыли. Но вот еще минута, и вы уже за городом. Тихо шепчутся березы над могилами кладбища. Да ветер волнует хлеба на нивах, извинит унылую, бесконечную песней в проволоках придорожного телеграфа. Речка, через которую перекинут упомянутый мост, вытекала из пруда и впадала в другой. Таким образом, с севера и юга городок ограждался широкими водяными гладями и топами. Пруды год от года мелели, зарастали зеленью, и высокие густые камыши волновались, как море на громадных болотах. Посредине одного из прудов находится остров. На острове старый, полуразрушенный замок. Я помню, с каким страхом я смотрел всегда на это величавое дряхлое здание. О нем ходили предания и рассказы один другого страшнее. Говорили, что остров насыпан искусственно, руками пленных турок. «На костях человеческих стоит старое замчища», — передавали старожилы. И мое детское испуганное воображение рисовало под землей тысячи турецких скелетов, поддерживающих костлявыми руками остров с его высокими пирамидальными тополями и старым замком. От этого понятно, а замок казалось еще страшнее. И даже в ясные дни, когда бывало ободренные светом и громкими голосами птиц, мы подходили к нему поближе, он нередко наводил на нас припадки панического ужаса. Так страшно глядели черные впадины давно выбитых окон. В пустых залах ходил таинственный шорох. Камешки и штукатурка, отрываясь, падали вниз, будя гулкое эхо. И мы бежали без оглядки, а за нами долго еще стоял стук и топот и гоготание. А в бурные осенние ночи, когда гиганты тополи качались и гудели от налетевшего из-за прудов ветра, ужас разливался от старого замка и парил над всем городом. В западной стороне, на горе среди истлевших крестов и провалившихся могил, стояла давно заброшенная часовня. У нее кое-где провалилась крыша, стены осыпались, и вместо гулкого с высоким тоном медного колокола совы заводили в ней по ночам свои зловещие песни. Было время, когда старый замок служил даровым убежищем всякому бедняку без малейших ограничений. Все, что не находило себе места в городе, потерявшее по той или другой причине возможность платить, хотя бы и жалкий грош из-за кров и угол на ночь и в непогоду, все это тянулось на остров. И там, среди развалин, преклоняло свои победные головушки, платя за гостеприимство лишь риском быть погребенными под грудами старого мусора. «Живет в замке». Эта фраза стала выражением крайней степени нищеты. Старый замок радушно принимал и покрывал и временно обнищавшего песца, и сиротливых старушек, и безродных бродяг. Все эти бедняки терзали внутренности вдряхлого здания, обламывая потолки и полы, топили печи, что-то варили и чем-то питались, вообще как-то поддерживали свое существование. Однако настали дни, когда среди этого общества, ютившегося под кровом седых развалин, пошли раздоры. Тогда старый Януш, бывший некогда одним из мелких графских служащих, выхлопотал себе нечто вроде звания управляющего и приступил к преобразованиям. Несколько дней на острове стоял такой шум, раздавались такие вобли, что по временам казалось, уж не турки ли вырвались из подземельных темниц. Это Януш сортировал население развалин, отделяя добрых христиан от безвестных личностей. Когда, наконец, порядок вновь водворился на острове, то оказалось, что Януш оставил в замке преимущественно бывших слуг или потомков слуг графского рода. Это были все какие-то старики в потертых сертуках и чемарках, с громадными синими носами и суковатыми палками. Старухи — крикливые и безобразные, но сохранившие при полном обнищании свои капоры и салопы. Все они составляли тесно сплоченный аристократический кружок, получивший право признанного нищенства. В будни эти старики и старухи ходили с молитвой на устах по домам более зажиточных горожан, разнося сплетни, жалуясь на судьбу, проливая слезы и клянча, а по воскресеньям они же длинными рядами выстраивались около костелов и величественно принимали подачки во имя Пана Иисуса и Паны Богоматери. Привлеченные шумом и криками, которые во время этой революции неслись с острова, я и несколько моих товарищей пробрались туда и, спрятавшись за толстыми стволами тополей, наблюдали, как Януш во главе целой армии красноносых старцев и безобразных старух гнал из замка последних, подлежавших изгнанию жильцов. Наступал вечер. Туча, нависшая над высокими вершинами тополей, уже сыпала дождиком. Какие-то несчастные темные личности, запахиваясь изорванными да нельзя лохмотьями, испуганные, жалкие сконфуженные, совались по острову, точно кроты, выгнанные из нор мальчишками, стараясь вновь незаметно шмыгнуть в какое-нибудь из отверстий замка. Но Януш и старые ведьмы с криком и ругательствами гоняли их отовсюду, угрожая кочергами и палками, а в стороне стоял молчаливый будочник, тоже с увесистой дубиной в руках. И несчастные темные личности, поневоле, понурясь, скрывались за мостом, навсегда оставляя остров, и одна за другой тонули в слякотном сумраке быстро спускавшегося вечера. С этого памятного вечера и Януш, и старый замок, от которого прежде веяло на меня каким-то смутным величием, потеряли в моих глазах всю свою привлекательность. Бывало, я любил приходить на остров и хотя издали любоваться его серыми стенами и замшелой старой крышей. Когда на утренней заре из него выползали разнообразные фигуры, зевавшие, кашлившие и крестившиеся на солнце, я и на них смотрел с каким-то уважением, как на существа, облеченные той же таинственностью, который был окутан весь замок. Они спят там ночью. Они слышат все, что там происходит, когда в огромные залы сквозь выбитые окна заглядывает луна или когда в бурю в них врывается ветер. Я любил слушать, когда, бывало, Януш, усевшись под тополями, с болтливостью 70-летнего старика начинал рассказывать о славном прошлом умершего здания. Но с того вечера и замок, и Януш явились передо мной в новом свете. Встретив меня на другой день вблизи острова, Януш стал зазывать меня к себе, уверяя с довольным видом, что теперь сын таких почтенных родителей смело может посетить замок, так как найдет в нем вполне порядочное общество. Он даже привел меня за руку к самому замку, но тут я со слезами вырвал у него свою руку и пустился бежать. Замок стал мне противен. Окна в верхнем этаже были заколочены, а низ находился во владении капоров и салопов. Старухи выползали оттуда в таком непривлекательном виде, льстили мне так приторно, ругались между собой так громко. Но главное, я не мог забыть холодной жестокости, с которую торжествующие жильцы замка гнали своих несчастных сожителей, а при воспоминании о темных личностях, оставшихся без крова, у меня сжимало сердце. Несколько ночей после описанного переворота на острове город провел очень беспокойно. Лаяли собаки, скрипели двери домов, и обыватели то и дело, выходя на улицу, стучали палками по заборам, давая кому-то знать, что они настороже. Город знал, что по его улицам в ненастной тьме дождливой ночи бродят люди, которым голодно и холодно, которые дрожат и мокнут. Понимая, что в сердцах этих людей должны рождаться жестокие чувства, город насторожился и навстречу этим чувствам посылал свои угрозы. А ночь, как нарочно, спускалась на землю среди холодного ливня и уходила, оставляя над землею низкобегущие тучи. И ветер бушевал среди ненастия, качая верхушки деревьев, стуча ставнями и напевая мне в моей постели о десятках людей, лишенных тепла и приюта. Но вот весна окончательно восторжествовала над последними порывами зимы. Солнце высушило землю, и вместе с тем бездомные скитальцы куда-то схлынули. Собачий лай по ночам угомонился. Обыватели перестали стучать по заборам, и жизнь города, сонная и однообразная, пошла своей колеей. Только несчастные изгнанники не нашли и теперь в городе своей колеи. Правда, они не слонялись по улицам ночью. Говорили, что они нашли приют где-то на горе около часовни. Но как они ухитрились пристроиться там, никто не мог сказать в точности. Все видели только, что с той стороны из гор и оврагов, окружавших часовню, спускались в город по утрам самые невероятные и подозрительные фигуры, которые в сумерки исчезали в том же направлении. Своим появлением они возмущали тихое дремливое течение городской жизни, выделяясь на сереньком фоне мрачными пятнами. Обыватели косились на них с враждебной тревогой. Эти фигуры нисколько не походили на аристократических нищих из замка. Город их не признавал. Да и их отношения к городу имели чисто боевой характер. Они предпочитали ругать обывателя, чем льстить ему. Брать самим, чем выпрашивать. При том, как это встречается нередко, среди этой оборванной и темной толпы несчастливцев встречались лица, которые по уму и талантам могли бы сделать честь избраннейшему обществу замка. Но не ужились в нем и предпочли демократическое общество-часовня. Кроме этих, выделявшихся из ряда людей, около часовни ютилась еще темная масса жалких оборванцев, появление которых на базаре производило всегда большую тревогу среди торговок, спешивших прикрыть свое добро руками, подобно тому, как на сетке прикрывают цыплят, когда в небе покажется коршун. Ходили слухи, что эти бедняки, окончательно лишенные всяких средств к жизни, со времени изгнания из замка составили дружное сообщество и занимались, между прочим, мелким воровством в городе и окрестностях. Организатором и руководителем этого сообщества несчастливцев был пан Тибурций Драб, самая замечательная личность из всех неужившихся в старом замке. Происхождение Драба было покрыто мраком самой таинственной неизвестности. Некоторые приписывали ему аристократическое имя, которое он покрыл позором и потому принужден был скрываться. Но наружность пана Тибурция не имела в себе ничего аристократического. Роста он был высокого, крупные черты лица были грубо выразительны. Короткие, слегка рыжеватые волосы торчали в розь. Низкий лоб, несколько выдававшаяся вперед нижняя челюсть и сильная подвижность лица напоминали что-то обезьянье. Но глаза, сверкавшие из-под нависших бровей, смотрели упорно и мрачно. И в них светились вместе с лукавством острая проницательность, энергия и ум. В то время, как на его лице сменялся целый ряд гримас, эти глаза сохраняли постоянно одно выражение, отчего мне всегда было как-то безотчетно жутко смотреть на кривляние этого странного человека. Под ним как будто струилась глубокая постоянная печаль. Руки пана Тебурция были грубы и покрыты мозолями. Большие ноги ступали по мужичьи. Ввиду этого большинство обывателей не признавало за ним аристократического происхождения. Но тогда как объяснить его поразительную ученость, которая всем была очевидна? Не было кабака во всем городе, в котором бы панты бурций в поучения собравшихся в базарные дни хохлов не произносил, стоя на бочке, целых речей из цицерон, целых глав из ксенофонта. Хохлы, вообще наделенные от природы богатой фантазией, умели как-то влагать свой собственный смысл в эти одушевленные, хотя и непонятные речи. И когда, ударяя себя в грудь и сверкая глазами, он обращался к ним со словами «Патрес конскрипти», они тоже хмурились и говорили друг другу «От то ж вражесын, я клайца». Когда же затем панты бурций, подняв глаза к потолку, начинал декламировать длиннейшие латинские тексты, усатые слушатели следили за ним с боязливым и жалостным участием. Им казалось тогда, что душа тыбурция витает где-то в неведомой стране, где говорят не по-христиански, и что она там испытывает какие-то горестные приключения. Его голос звучал такими глухими, загробными раскатами, что сидевшие по углам и наиболее ослабевшие от горилки слушатели опускали головы, свешивали длинные чуприны и начинали всхлипывать. Ох, матеньки, тай жалобны ж хай ему бис. И слезы капали из глаз и стекали по длинным усам. И когда оратор, внезапно соскакивая с бочки, разражался веселым хохотом, омраченные лица хохло вдруг прояснялись и руки тянулись карманом широких штанов за медиками. Обрадованные благополучным окончанием трагических приключений пан Этыбурция хохлы поили его водкой, обнимались с ним и в его корту спадали звеня медики. Ввиду такой поразительной учености явилась новая легенда, что пан Этыбурция был некогда дворовым мальчишкой какого-то графа, который послал его вместе со своим сыном в школу отцов иезуитов, собственно, на предмет чистки сапогов молодого панича. Оказалось, однако, что в то время, как молодой граф бездельничал, его лакей перехватил всю мудрость, которая назначалась для головы Борчука. Никто не знал также, откуда у пана Этыбурции явились дети. А между тем, факт стоял на лицо. Даже два факта. Мальчик лет семи, но рослый и развитой не по летам, и маленькая трехлетняя девочка. Мальчика пан Этыбурции привел с собой с первых дней, как явился сам. Что же касается девочки, то он отлучался на несколько месяцев, прежде чем она появилась у него на руках. Мальчик по имени Валик, высокий, тонкий, черноволосый, угрюмо шатался иногда по городу без особенного дела, заложив руки в карманы и кидая по сторонам взгляды, смущавшие сердца калачниц. Девочку видели только один или два раза на руках пана Этыбурции, а затем она куда-то исчезла, и где находилась никому не было известно. Поговаривали о каких-то подземельях на горе около часовни, и так как в тех краях подобные подземелья нередки, то все верили этим слухам, тем более, что ведь жили же где-нибудь все эти люди. А они обыкновенно под вечер исчезали именно в направлении к часовне. Туда своею сонную походкой ковылял полубезумный старик-нищий, которого прозвали профессор. Шагал решительно и быстро панты-бурцей. Туда уходили под вечер, утопая в сумерках и другие темные личности, и не было храброго человека, который бы решил соследовать за ними поглинистым обрывом. Гора, изрытая могилами, пользовалась дурной славой. На старом кладбище в сырые осенние ночи загорались синие огни, а в часовне сычи кричали так пронзительно и звонко, что от криков проклятой птицы даже у бесстрашного кузнеца сжимало сердце. до сих пор до сих пор Продолжение следует...